Итак, сегодня мы будем изучать четвёртую мишну второй главы. И сегодня мы будем изучать слова Рабиханани Бенхакинайя, ученика Раби Акивы и одного из десяти убитых злодейской римской властью. Вы знаете, Асара, Аругей, Малхут – десять убитых римлянами еврейских мудрецов. И это говорится про римского императора Андриана, который позвал к себе самых выдающихся мудрецов еврейского народа после разрушения храма, среди которых был Раби Акива, Раби Ашмайль Коэль Гадоль, Раби Хуцпит Амитургиман и вот Раби Хананя, сын Хакинай. И что же он спросил у них? Скажите, что написано в вашей таре? Если воруют еврея и продают его, что за это полагается? За это полагается смерть. И он сказал, я не нашел более достойных мудрецов, чем вы, которые бы искупили грех сыновей Якова, которые продали своего брата Йосефа в рабство. И поэтому я вас казню. И сказано, так написано и в Талмуде, и в Медраже, что Раби Ашмайль Бен Алиша Коэль Гадоль, он произнес особенное имя Творца и поднялся в духовный мир и услышал Ахарея Паргот. То есть услышал Духом Святости тот приговор, который был вынес. Что? Это приговор, который вынес Творец. Но задается вопрос. Ведь сам Йосеф, вспомним то, что написано в Берешит, в книге Берешит, ведь сам Йосеф говорит, не вы меня послали сюда, но Творец, чтобы я давал вам пропитание, потому что годы голода будут. Потом братья, после того, как они хоронят своего отца Якова, Марата Махпела, на обратном пути, когда они видят, что их брат Йосеф подходит к той яме, куда бросили его братья. И они все бросаются перед ним, распростираются перед ним и говорят, Творец, Отец наш перед смертью просил передать тебе, чтобы ты простил наш грех. И что же отвечает Йосеф? Разве я вместо всесильного? Что может ли одна свеча погасить десять свечей? Что он говорит? Ведь он говорит, что это, в принципе, Творец вынес приговор, и поэтому он должен был бы отправиться в изгнание в Египет. И с этого и начинается подготовка к этому страшному египетскому изгнанию, то, что было сказано еще Аврааму. Яду от ида кегер и езар эха в эрецлолаем. Знай, узнай, что пришельцами будут твои сыновья в земле чужой, и превратят их в рабов, и будут притеснять их 400 лет. Ну и над народом, который будет их притеснять, я совершу суд. Так вот, это ведь на самом деле то, что было сказано еще о Аврааму. И когда Яков посылает своего сына Йосефа посмотреть братьев, сказано, «Ми эмек из глубин Хеврона», они были в другом месте, они были на вершине, на горе. Почему же из глубин Хеврона, там, где лежат наши братцы? Чтобы реализовалось то, что Творец сказал Аврааму. И объясняет наши святые книги, только благодаря тому, что Йосеф оказался в Египте и выдержал испытание. Сравнивается жена Потифера с диким зверем, который набросился на него. И вот 17-летний мальчик выдерживает это испытание. Какое испытание? Разврат. Она хотела, чтобы он был с ней. И он выдержал это испытание, несмотря на то, что каждый день она три раза меняла платье, соблазняла его. И в последний момент он увидел образ своего отца. И Медраж говорит, что сказал ему отец, «Ты знаешь, в нагруднике у первосвященников Хошина Мишпад будут 12 камней, но твоего камня не будет». И это то, что помогло Йосефу удержаться. И он оставил в ее руках свой плащ, не стал даже вырывать его, развязал его и убежал, выбежал на улицу. Объясняет это Равхаим Шмулевич в Рожьи и Шивы Мир. Вот это момент испытания. Даже еще один момент задержаться убежал. И сказано, что Йосеф, выдержав это испытание, он защитил весь еврейский народ. 210 лет еврейский народ находился в Египте среди уродливых египтян и не было ни одного случая разврата. Вот что он сделал. Сказано, что увидело море и убежало. Арон Йосефа. То есть, кости Йосефа, который выдержал, убежал. Море не может не раступиться перед тем, кто, преодолев свою природу, победил. Так вот, мы все объяснили так хорошо, что Йосеф был послан творцом для того, чтобы подготовить египетское изгнание, чтобы оно не было таким ужасным. Больше того, сказано, что он не дал египтянам на второй год голода зерно, пока они не обрежутся. Задается вопрос, ну, зачем египтянам обрезаться? Потому что он готовил, что когда появятся евреи в Египте, они будут обрезаны. Это будет позором в глазах египтян, а так все египтяне обрезаны. Дальше, пусть того, как они продали, отдали все свое золото, продали свои земли, своих животных, в конце концов, они продали самих себя, они стали государственными рабами, то есть, это те, кто в будущем, сыновья Якова, тоже станут государственными рабами, то есть, рабами фараонов. Дальше он переселяет египтян с места на место, дальше устанавливает им, чтобы они отдавали от урожая 20%. Такое-то все было подготовка для того, чтобы не такой ужасный и жестокий был плен. И действительно, если 210 лет мы были в Египте, когда наступили самые тяжелые времена, когда рождается Мирием, и он называет Мирием, родители, Амрам и Йохэвет, почему корень слова этого имени Мар, Горький, начинается Горький плен. И только еще через несколько лет, вы знаете, что Мирием было 85, когда евреи выходят из Египта, начинают Муше и Аарон говорить с фараоном, Муше 80, а Аарону 83. Так вот, самый страшный плен начался, значит, и изгнание, и горечь этого плена 80, 5 лет, из 210, то есть, когда умер последний из тех, кто пришел в Египет, и тогда евреи забыли про установление, которое дал им то, что учил их Яков, то, что он получил от своего отца Ицхака, и то, что установил вот эту веру в единого Творца наш праотец Авраам. Так вот, когда евреи хотели стать как египтяне, вот тогда начался самый страшный галут, самый страшный плен, когда они забыли о своей избранности, когда они отказались от обрезания, когда они начали поклоняться Иллам как египтяне, вот тогда Творец использовал эту палку. Ненависть египтян и устражение, и свободные люди превратились в рабов и начали строить города, укрепленные Питон и Рансес. Но во всех строчках Торы мы не находим ни разу, чтобы Иосиф сказал, что он простил братьев. И так объясняют наши мудрецы. Не было сказано это, то, что он простил их. Он объясняет, что Творец послал не вы и так далее. Братья просят прощения, но не было прощения. И вот это то, что римский император говорит еврейским мудрецам. Вы найдены теми, кто может искупить, и каждого из них предают мучительной смерти. Мы говорили уже про то, что раби Акивы по-живому сдирали с него его плоть, его кожу. Что кожу? Мясо. Сказано в Талмуде, что после того, как вот этой мучительной смерти предали раби Акивы, вот то, что соскребли железными грибнями с его тела, продавали в магазине, где продавали мясо для собак. Вы понимаете, то, что заставил император снять кожу с лица раби Ишмайля бен Илиша. Настолько он был прекрасен, что принцесса попросила сохранить ему жизнь. Но отказался это сделать император, но он не смог отказать своей дочке, чтобы по-живому сдирали кожу с его лица. И сказано, что когда дошло вот это сдирание с того места, где надевается твелин, такой крик раздался, что содрогнулись небо и земля. И раздался голос неба, еще один такой крик, я возвращу мир в первозданный хаос. Вы понимаете, и десять еврейских мудрецов приняли эту мучительную смерть. И в святых наших книгах написанных благодаря этому, благодаря рабе Акиве и его друзьям, которые были так страшно казнены, появилась надежда у еврейского народа, потому что сказано, что смерть праведника она искупает, она защищает. Но это вещи, которые гораздо выше нашего понимания, просто так, как мы говорим о рабе Ханане, сыне Хакиная, который говорил. И вот сейчас мы будем учить то, что сказал рабе Ханане бен Хакинай, ученик рабе Акиве, один из десяти убитых злодейской римской властью. Рабе Ханане бен Хакинай Омер Аниор Балайла Уме Алех Бадера Хихиди Ум Ве Амефане Либо Лебатала Арейзэ Митхайеб Бенавшо Давайте переведем. Рабе Ханане бен Хакинай говорил, тот, кто не спит ночью, бодрствует ночью, одиноко бродит по дорогам и открывает свое сердце суете, он сам подвергает себя свою жизнь опасности. И что же это значит? Открывает свое сердце суете. Тот, кто бодрствует по ночам или бродит один по дорогам. Этим он открывает свое сердце пустоте и почему? Потому что не занимается дорогой. Он сам подвергает свою жизнь опасности. Ведь ночь это время опасное время. Время простое значение, когда человек идет в одиночестве по дороге, на него могут напасть разбойники. С ним могут приключиться и другие несчастья. Но если в этот момент он обдумывает слова Торы, сама Тора хранит его и охраняет его. Так объясняет и Раши и Рававадия Бартамур. Другие объясняют это по-другому. Написано так в трактате Рувин. Для чего сотворена ночь? Один из мудрецов говорит для сна, а другой говорит для гирсы, что значит для повторения Торы. И так учит Рамбам в законах об изучении Торы. Законы Талмуд Тора. Третья глава, тринадцатый закон. Несмотря на то, что есть заповедь учиться и днем, и ночью, человек может заслужить корону Торы только когда он занимается ночью. Что значит ночь? Ночью человек не находится в Бэтмидраше, там, где он находится с другими людьми, где он вместе учится, вместе обсуждает и так далее. Ночью он находится в одиночестве. И вот что объясняет Рамбам, что корону Торы можно заработать только ночью. Что такое корона? Вы знаете, вот здесь кончается моя голова, вот здесь моя кипа, то есть корона это выше, чем моя голова. Что это значит? Голова, ну, вы знаете, обычно у нас там находится серое вещество, извилины. Обычно мы заставляем работать наше серое вещество. Разум человека, цехель. А что же такое то, что выше разума человека? Это то, что Рамбам говорит, корона Торы. Так вот, представьте себе, днем человек находится в мире, выходит человек для работы, в мир, работа, учеба. Он связан со всем миром, весь мир для него открыт. Ночью гаснут огни, выходят звезды. Человек находится в одиночестве, то есть один на один с Творцом. И что происходит в этот момент? Сейчас, когда то, что он учил днем, он обдумывает, он может получить гораздо больше. Но это то, что выше даже, чем человеческий разум. Это то, что корона. Как мы узнаем, что один человек царь, а другой, скажем, министр? Как мы можем знать? Принц и нищий. Тот, у кого на голове корона, он король. Так что это такое? Это значит, что можно получить больше, чем в принципе может вместить человеческий разум. Это корона. И оказывается ночью человек, который находится наедине с самим собой, ему не хватает всего мира, он находится в хиссарон, в недостаточности. И это мы говорим «вы имунатха пелэйлот», и в вере твоей ночью. Что значит? Ночь, ничего нет. Сейчас у нас все ночи освещены, самое главное гуляние по ночам, но представьте себе, человек в пустыне, нет ни одного огня, только звезды, и вот он ощущает себя, маленькое творение, он ощущает под собой не асфальт, не дорогу, а кадура арец, то есть земной шар. И вот стоит человек на этом земном шаре, под небесами, и он надеется на то, что наступит утро, зайдет солнце, начнется новый день. В этот момент написано в другом месте Талмуда, что человек, который находится в дороге, человек, который отправляется в море, человек, который находится в здании, который может разрушиться, это места опасности. Так вот ночью человеку очень многого не хватает. Главное, чем ему не хватает, связи с тем, кто его послал в этот мир. И главная связь с ним, это тура, которую дал Творец, это драгоценность, которая хранилась перед Творцом за 974 поколения до сотворения мира. И вот эту драгоценность он дал еврейскому народу. И вот человек, который ночью, ощущая свою недостаточность, хасер, соединяется с источником, то-то послал его в мир и дал ему эту недостаточность, что благодаря Торе он мог себя восполнить. И поэтому, Рамба, ночью человек может заслужить Тору не в обычных рамках. Ему не хватает, и он получает этот от Творца, что он получает вот эту связь с Творцом. С другой стороны, где главное испытание человека, тем берет и кладет корону на свою голову днем. И это называется наглость хуцпа. Это значит без короны. То есть царство без короны, хотя он надевает на свою голову, ведь главное испытание человека. Он берет и занимает престол славы, садится на самый большой трон и говорит я царь земли, я сотворил мир. Это то, что говорит фараон. Ли иу ли вани сетини. Так написано у пророка Эхэскеля. Мне принадлежит мир, и я сам себя сотворил. Какой ненормальный можно такое сказать. Что значит? Без меня этот мир невозможен. Я пуп земли. И тогда все вокруг должно рукополискать мне, благодарить меня. То есть он берет славу, корону, которую полагается царю, и надевает на свою голову. То есть все вокруг его собственного пупка. Но если человек освобождает престол, славу, трон, для того, кто является настоящим царем, и коронует настоящего царя, он получает корону принца. царя. что бни бехури Исраэль, так говорит Творец в Торе, мой сын, мой первенец Израиль. А кто является сыном царя? Принц. Так вот в этот момент он получает корону, которую дает ему царь. Вот эта связь с источником его жизни. И это то, что невозможно получить впрямую. Сколько человек днем не учился, он не может получить то, что выше его разума. Вот эту корону. И это то, что когда Моше Рабейн поднялся на гору Синай, он увидел, как Творец повязывает короны на буквы Торы. Спросил его Моше, для чего ты это делаешь? И ответил ему Творец, в будущем придет один еврейский мудрец. Акива бен Йосеф Шму. Его с каждой короны буквы он будет выводить тысячи и тысячи законов. Это то, что над буквой. Это то, что внутри буквы. Это невозможно прочитать. Но вы знаете, есть еврейские буквы, которые с коронами. И казалось бы, ну, это Ашурик, ассирийское письмо. Что же из этого учить? Это то, что выводил Раби Акива. А вы знаете, что Раби Акива был тем, один из четырех еврейских мудрецов, которые поднялись в Пардес. Пардес объясняет Даон. Это четыре уровня постижения Торы. Пей простой смысл пшат. Дальше рейш ремес намек. Дальше драж толкование. И наконец-то сод тайна Пардес. Он поднялся в самые высшие духовные миры. И он вошел в ценности и вышел в ценности. И это тайное знание он передал своим ученикам. Раби Шиман Бар Йохай получил от Раби Акива это знание. Так мы понимаем что это то что можно только получить правильным использованием времени когда человеку больше всего не хватает. И объясняет это Рамхаль. Написано так Пши Раширим И Шакени Мин И Шикос Пигу Целуй меня Поцелуй мне уст твоих Потому что ласки твои дороже мне всех наслаждений этого мира. Что это? Это то когда мы стояли у горы Синай и получали Тору. Ведь до этого что мы были рабами в Египте что мы знали? И вот мы подошли и каждый из нас поднялся на пророческий уровень. Каждый из нас стал свитком Торы на котором записано все это Тора. Или по другому сказано напиши эту Тору Аллюхот Либех Аллюх Либех на скрижалях твоего сердца. И это то что каждое новое получение это память об этом поцелуе который мы получили у горы Синай он он творца это то что они мы когда выходили из Египта вчерашние рабы стали пророками стали теми через которых открывается Тора а наше бедное поколение ведь мы выросли в полном отрыве от наших святых букв тем более от корон в отрыве от всего в детском саду мы учили А Б В Г Д а не АЛЕФ БЕЙС ГИМЕЛ ДАЛЕТ и только в сознательном возрасте по многу раз я с четвертого урока в Москве в 72 году выучил наконец-то эти 22 буквы святого языка я помню как я писал одно слово которое я уже мог записать в московской квартире на окне морозном окне я писал слово ШИН ЛАМЭТ ВАВ ИМЕ ШАЛОМ и меня это слово очень радует но вернемся к тому что сказал еврейский мудрец который отдал свою жизнь для священия имени Творца вся жизнь которого и выражалась то что он сказал тот кто не спит по ночам и не занимается Торой объясняет мораль из Праги если есть определенный порядок в мире то что сказали мудрецы ночь для чего сотворена для сна или для повторения Торы так вот если человек выходит из этого порядка тратит ночи попусту тогда он этим самым выходя из порядка а внутри порядка мира Творец охраняет его этим он как бы подвергает свою жизнь опасности тот кто одиноко бродит по дорогам в этом месте сказано не только есть грабители но и мазики те которые ущербляют и тот кто свое сердце освобождает от слов Торы посвящает его суете то есть попусту тем самым он опустошает свое сердце и убивает свои мысли и этим самым он подвергает свою жизнь опасности и это предупреждение Раби Хананьи он предостерегает нас что при всей нашей вере в то что Творец управляет всем и это распространяется на все дела человека каждому человеку дают по его поступкам и поэтому человек должен быть осторожен чтобы он сам себе не навредил и остерегался всего того что влечет тяжелые последствия маленькая Мишна насколько она глубоко отражает то ради чего Творец сотворил весь этот мир ради нас с вами ради еврейского народа и ради Торы которую он нам дал и чем это сравнивается с драгоценными камнями которые разбросаны везде человек может взять эти камешки и бросить в свой карман все открыто каждое слово Торы это бриллиант это то что написано в Талмуде чтобы не раскрывать тем людям которые этого не знают я хочу открыть вам тайну даже когда человек говорит только эти шесть слов утром и особенно вечером этим он исполняет уже минимум заповеди изучения Торы но разве мы согласимся на минимум на этом я завершаю всего хорошего до следующего урока до следующего урока до следующего урока через месяц и урока